Всем привет, это Effect Prism. И сегодняшнее видео будет полезно тем, кто только начинает работать с DaVinci и Fusion, а также тем, кто работал с другим монтажным софтом и хочет перейти на DaVinci и Fusion. Сегодня я расскажу о том, как работает нодовая система во Fusion, но сегодня мы посмотрим на нее немного с другой стороны. Сегодня я хотел бы рассказать о том, как устроены слои в нодовой системе, потому что я видел несколько комментариев под своими видео, где людям не совсем понятна нодовая система как таковая. Поэтому сегодня я буду проводить аналогию со слоями и покажу, как слои устроены в нодовой системе. А также расскажу о преимуществах нодовой системы и о том, как вообще выстраивать какую-то композицию во Fusion. Ну что ж, друзья, давайте начнем. Наиболее наглядное представление классической слоевой модели нам дает вкладка Edit в DaVinci. Давайте посмотрим, как это выглядит. Допустим, у нас есть вот такое видео со смерчем. И давайте на верхний слой добавим еще одно видео. Вот такое. Тут у нас взрыв. Как видите, взрыв находится, видео со взрывом, поверх нижнего видео. В принципе, логично, потому что оно лежит на слое выше. Дальше. Давайте возьмем какое-то лого. Это будет просто картинка, неважно, это могло бы быть и видео. Давайте немножко уменьшим, просто для наглядности. Видите, лого у нас находится слоем выше и располагается выше, чем сам взрыв. Мы можем поменять взрыв и лого местами. И тогда логично, что у нас взрыв будет теперь поверх лого. Теперь давайте посмотрим, как это выглядит во Fusion. Я немного уменьшу фоновое видео, вот так. Давайте выделим все эти объекты. Нажмем правой кнопкой мыши и выберем New Fusion Clip. И теперь заходим во Fusion. И вот люди без опыта, новички, скорее всего, смотрят и думают, что за фигня? Вообще ничего не понятно. На самом деле здесь все достаточно просто. Единственное, что по умолчанию Fusion располагает ноды не самым наглядным образом. Но я себе уже давно выработал привычку сразу же ноды расставлять так, чтобы мне было наглядно. Для тех, кто не знает, могу сразу еще пояснить, что как расположены ноды в рабочей области, где они физически находятся, то есть вот так я сделаю, вот так и вот так, роли никакой не играет. Все будет работать точно так же. Самое главное значение имеют вот эти подключения. Вот и все. Итак, смотрите. У нас самый нижний слой – это вот это вот видео. Я его обычно вот так отставляю в сторонку. Это видео подключается к ноде Merge. Нода Merge – это и есть организатор слоев. Смотрите, вторым слоем у нас шел логотип. И что у нас получается? Давайте содержимое ноды Merge выведем в правый Viewer. Для этого нажмем либо правую точку здесь, либо же цифру 2 на клавиатуре. Итак, у нас здесь получается логотип находится на вот этом видео. В общем-то здесь мы это и видим. И это у нас есть еще один слой. То есть первый слой – это просто видео или это будет какой-то бэкграунд или картинка, не суть важно. А здесь у нас находится логотип, который подключается через ноду Merge. И вот у нас есть первый слой. И вот здесь это уже выглядит достаточно наглядно. Далее у нас следующим слоем шло видео со взрывом. И вот, пожалуйста, оно также через ноду Merge подключено. И теперь мы видим, где у нас какие слои находятся. Дальше. Чем удобна нодовая система? Во-первых, слои никуда не делись, вы их можете видеть. Во-вторых, при использовании нодовой системы вы можете применять какую-либо обработку вообще на любом этапе создания. И достаточно наглядно вы всегда в нодовой системе можете видеть всю картину. То есть вы видите все, что у вас вообще происходит в вашем проекте. В слоевой же системе для того, чтобы увидеть, какие эффекты вы применяли к какому-то слою, нужно зайти в определенное меню и вообще посмотреть, есть ли там что-то или там чего-то нет. В нодах же вы видите все ноды одновременно. Единственное, что да, если у вас нодовое дерево огромное, то вам придется это все вот так вот скейлить. И когда ноды очень маленькие, конечно, рассмотреть будет сложно. Но, тем не менее. Дальше, когда вы уже понимаете, как устроены слои, что такое нода мерч и так далее, эти вещи можно немного усложнить. Но, опять же, это усложнение делается не для того, чтобы было сложнее. А рано или поздно вы в любом случае к этому придете. Давайте, допустим, добавим к логотипу какой-то текст. Возьмем ноду text+. Напишем в ней слово text. И также через ноду мерч подключим именно к логотипу. В принципе, если вы хотите добавить текст, который будет лежать поверх логотипа, но, например, под взрывом, вы, в принципе, можете взять ноду мерч и добавить ее вот сюда. Подключить к ней текст. Давайте выведем вот этот мерч в правый вьювер. И давайте текст сделаем крупнее. Вот так. И другого цвета просто для наглядности. Вот так. Все, мы, в принципе, получили то, что хотели. Текст поверх логотипа и под взрывом, если посмотреть вот сюда. Круто, здорово. Но что, если вы хотите применить какой-то эффект только к тексту и логотипу, но не хотите этот эффект применять, например, к фону? Да, можно добавить, допустим, ноду Blur вот сюда. Сделать Ctrl-C, дальше Ctrl-Shift-V и подключить вот так. И это, получается, у нас связанные копии. То есть, это та же нода Blur. И если вы в этой ноде что-то меняете, да, например, мы поставили Blur Size 35,4. Здесь также будет 35,4. Но, опять же, возможно, у вас будет не только Blur, а куча еще других нод-обработчиков. И это будет уже просто такое нагромождение нод. Вместо этого я бы сделал следующим образом. Убираем связанную копию. Отключаем это отсюда. Blur пока оставим. Берем вот эту ноду Merge. С Shift-ом ее убираем. Подключаем вот сюда. И теперь в ее зеленый вход мы подключаем ноду Text. Давайте пока Blur сделаем меньше, чтобы было видно. И смотрите. Давайте этот Merge выведем в правый Viewer. И смотрите, теперь этот Blur у нас отвечает только... Точнее, обрабатывает только лого и вот этот текст. Потому что в него заходит поток, который выходит из ноды Merge 3. А в ноде Merge 3 у нас содержится только текст и логотип. В слоевой системе, мне кажется, это было бы проблематичнее, потому что там организован слой на слое. А здесь у нас, вот тут, находятся два слоя. И они единым слоем подключаются поверх вот этого слоя. Да, звучит, наверное, сложно и как-то не совсем понятно, но я думаю, если вы повторите то, что я делаю сейчас хотя бы один раз самостоятельно в DaVinci, вы все здесь прекрасно поймете. Опять же, если вам понадобится тот же Blur или какой-то другой эффект, применить, например, и к этим объектам, и вот к этому слою, вы можете его просто добавить сюда. Опять же, на любом этапе у вас уже здесь есть какой-то взрыв и так далее. И видите, у нас заблюрился и фон, и текст, и логотип. Как по мне, это действительно очень удобно. Возможно, кому-то покажется, что вот в таком варианте, как я говорил ранее, когда Blur был здесь, для того, чтобы заблюрить только текст и логотип, это не очень удобно, потому что у нас же вот тут еще нода мерч и так далее. То есть нод как бы меньше не стало, в чем удобство. А удобство в том, что помимо Blur здесь могло быть еще намного больше нод. Вот мы могли что-то еще добавить, там, например, давайте после Blur можно добавить ноду Transform, которая у нас будет все это дело перемещать. Да, вот мы захотели сместить текст вместе с логотипом и так далее. И помимо Blur Transform, опять же, мы можем добавить сюда кучу совершенно разных инструментов. Плюс, чем мне еще нравится нодовая система, тем, что, опять же, на любом этапе разработки перемещать слои можно абсолютно безболезненно. То есть я, допустим, решил, что я хочу перемещать взрыв, логотип и текст одновременно. И вот у меня уже есть нода Transform. Я, конечно, могу сюда добавить еще одну и их синхронизировать, но, опять же, мне нужно в голове держать то, что эти движения должны быть синхронизированы. Не проще ли это все делать в одной ноде? Я просто, опять же, возьму здесь, отключу эту ноду Merge, перенесу сюда. Либо же здесь создам другую, вообще роли никакой не играет. И подключу этот взрыв вот сюда. И смотрите, так как взрыв подключен после ноды Blur, он не блюрится, потому что, ну, я и не собирался его блюрить, если честно. А так как нода Transform идет уже после этого слоя, значит, нода Transform также будет управлять и положением взрыва. Как по мне, это действительно очень и очень удобно. Ну и напоследок покажу вам фичу, которая появилась в DaVinci недавно, по-моему, с версии 18.6 или 18.5, точно не помню. Я ей, честно говоря, еще не пользовался, но, насколько я знаю, эту фичу очень много пользователей просили, потому что... Но она тоже позволяет, скажем так, избавиться от большого количества нод. Давайте пока что уберем вот все это добро. И вот эту ноду Merge тоже уберем. У нас есть лого, есть текст и есть взрыв. И у нас существует такая нода, называется MultiMerge. Давайте добавим ее сюда. Я думаю, что из названия вы уже догадались, что это Merge, только который объединяет в себе функционал несколько нод Merge. Итак, давайте подключим в ее белый вход. То есть, так же, как и в обычной ноде Merge, желтый вход — это Background, то есть это фон. А обычно у ноды просто Merge, у нее для верхнего слоя foreground зеленый, здесь он белый. Но я думаю, что разницы большой нет. Давайте подключим сначала текст в белую, в белый вход. Когда у нас занимается белый вход, появляется еще один белый вход. Синий, как правило, для маски. Во всех два D-нодах, наверное, точно во всех, синий вход — это маска. О масках я рассказывал раньше. Если очень нужно, я могу сделать еще одно видео про маски. В следующий белый вход подключаем логотип. У нас появляется еще один. И в третий подключаем взрыв. И смотрите, у нас получается, что слои расположены примерно в том порядке, как мы и подключали. Сначала текст на самом нижнем, ну не считая фона, конечно. Дальше лого и дальше взрыв. Если вы хотите поменять эти слои местами, это делается очень просто. Выделяете ноду Merge и видите, у нас тут расписаны слои. Причем на них написано, какая нода в них подключена. То есть в самом низу у нас текст. Если мы хотим текст поднять на самый верх, мы просто берем и перетаскиваем его сюда. И у нас теперь текст в самом верху. Я думаю, это более чем понятно. Плюс, когда вы выделяете здесь какой-то слой, здесь подсвечивается pipe. Ну то есть вот этот вот поток. Плюс вы можете слои отключать вот этой галочкой. Тоже очень удобно. И вроде как эта вещь еще и анимируется. К тому же, я думаю, что вы замечали, что в ноде Merge обычной есть параметры перемещения, размеров, угла и так далее. Все это также есть и в Multi Merge. Когда вы выделяете слой, видите, здесь меняется название. И вы также можете менять различные параметры, как перемещение. Но, честно говоря, я люблю перемещать не в ноде Merge, а мне кажется, удобнее подключать здесь ноду Transform. И для каждого подключения вы можете менять Apply Mode, то есть режим наложения. Я думаю, что если вы знакомы с Photoshop, то примерно представляете, что такое режимы наложения. Если не знакомы, я рекомендую их просто прощелкать, и вы увидите, что конкретно будет меняться. Ну что же, друзья, на этом, наверное, все. Я надеюсь, что организация слоев теперь во Fusion вам стала гораздо более понятна, и Fusion для вас стал выглядеть менее страшно. Большое спасибо, что посмотрели. Всем пока.